Ну кто это говорит-то? Сергей не может выйти в интернет. Кто-то как-то что-то сделаете, чтобы он... Берите на себя руководство. Кто позвонил-то? Слышно меня, нет? Я слышу. Добрый день. Добрый день. Ну надо, чтобы кто-то взял руководство. Сергей интернет что-то отказал. Кто там? Бывает Вячеслав, кто там? Знаю меня такие. Я-то ничего не знаю. Тебе на... Ждал пятницу и вот тебе на... Давай. Он уже разбирается, поверьте. Думает. Что такое? Вы наши смотрите ролики, как был у нас архиерей-то? Я смотрела, интересно, что-то смотрела. А вот сейчас посмотрите концерт, когда был. Как прощался, как уезжал. Ну я смотрела, там на двух садиков ходили. Да. Да. Там ярмарку открыли в потеряющей. Изделия свои. Ну или осталось так? Изделия свои? Самые стали, так? Ну нет, сами делали там. Что сделали? Свои там местные мастера делали. Ну понятно, понятно. Там и распятие, и божнички, и все там есть. Доски, и мед. Даже написали хорошие потеряющие дрова. 10 рублей, 4 полена. Так интересно. С юмором. Это даже не старообрядцы. Ну, это тоже старообрядцы, сутки, я и знаю. Встреча была очень хорошая, очень. Эти-то, которые там, болтуны-то ваши, из этих, миссионерских-то отделов. Сейчас поделопаются от злости. Вот к вам не приедут. Я не знаю. К вам не приедут. Нет, а я говорю, что их бояться? Я ничего с ним не... Ну там на все, не придумано. Прям как снимали, так и выставили. Там вот в литургии, без перерыва, как он заходит в храм, и пока не вышел. Два часа там, две минуты. Как он слово говорил, поучительное. Как раздавал подарки, привез митрополит Сергий. Икону, икону. Он икону подарил. Он икону подарил. А на собрании, это там концерт, это ребятишкам какие-то дары привез. Была встреча очень теплая, приятная и искренняя. Уже никто не скажет, что это так подделано. Ну, оставляться только мы от Бога. Остальные все говорят, мы одни от Бога. Всем верно, мы только мы от Бога одни. Они так говорят. Да что там говорить? Говорить много можно. Что делать надо? Тут показано было дело. И дело это видел архиерей. И он все благословил. И народ благословил, и дела, и все. И все это делал, видно, с улыбкой. Да, понятно. Да. Потому что я поняла, вы так говорите, что они беспокофицы. Они, что это вот. Да, которые есть. Они пришли, на службы-то там нет. Которые боятся приходить тоже. За то, что с нами помолятся от луча. Там сильно-то нам возноситься не надо. У нас тут такие тоже есть. Собираются, я знаю, где они собираются. Молятся, ночью молятся они. Ну да. Сарафаны одевают такие на себя специально у них вестовки. Они молятся. У нас тут есть такие. Так, минутку, сейчас. Кто? Батюшка приехал. Ну я-то, видите, никуда не снимаю, не поворачиваю, тут настроиваю. А, наверное, нас, они, наверное, там занимаются. Нас только три человека, я вижу, вот, с Германии. И вот это Ольга Симоненко, и вы его. И тут-то трое только вижу. А они, возможно, там уже разговаривают. Ну да. А почему они нас не принимают? Не хотят или что? Ну как-то это бывает иногда вот так вот. И надо как-то звонить. Ну вы назовитесь, кто вы, чтобы люди-то знали? Меня зовут Надежда Благодатская. Благодатская. Вот. Чтобы люди-то знали, с кем разговаривали. Благодатская Надежда Госбилова. Да, слава Богу. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Ну конечно, Наталья. Да, давно уже вас не слышно было. У меня был сломан компьютер, я тоже не могла выйти, не послушать. Очень. А вы посмотрите, который сейчас приезжал архиерей, выставлено сколько. И как я в деревне был, там всего-то два дня. Не считай, воскресный день-то неполный. И сколько там делов было, и насколько интересно люди живут. А в городе запечатано, ничего нет. А там все. Козочки какие, козлята, все радуются. Там петушок идет. Ну люди, там трактор сломался, ремонтируют. С прудами мы пошли, пилили, таскают. Непрерывная работа, как мураши. А в городе-то ничего нету, квасишься и квасишься. Да, совершенно верно. Садом и гаморой. Я тоже бы хотела в деревню. Я понимаю только сейчас. Зачем дело-то стало? За мужем? Игнатий Тихонович, это тоже не так уж легко. Немцы своего добиваются, свои какие-то права на детей. Как просто не заберешь их. Да, сколько раз говорил, не выходи замуж. Была бы свободная, как ласточка. А теперь раба. Залетела в Германию. В Германию еще что-то там тянуло-то. Не знаю, вообще, не представляла никогда себе. Говори. Добрый. Никуда. Зачем? Надежда, может, вы действительно правы? Так, подождите, я уже говорю по телефону сейчас. А зачем, Френки? Причем вот так вот. Вы зайдите туда, я дам ключ к Надежде Васильевне. Она не успела там посуду вымыть, все, примирите у ней. Тогда я буду звонить, Сергей. У нас отдельная группа просто. Я по телефону тут разговаривал. Сестра звонит, сейчас придут в церковь мыть. Принять надо. Может, Сергей оставил, чтобы мы сами занимались сегодня? Может, группа так и не создалась? Может, мало людей? Нет, нет, нет. Нет, там группа есть. Они не могут взять, что-то с интернетом неладно. Там 19 человек, вот это вот свеча, 19 уже там. Перегрузились. Ну, пусть Батюрка нас благословит, Батюрка Аким. Благословите. Богословите, Христос, Воскресе. На добрые дела, воистину Воскресе. Спасибо. Спасибо, Господи, спасибо, Христос. Вы, наверное, перегрузили интернет-то, поэтому и не работает. Мне не работали, я тыкву садил. Я с улицы сейчас только пришел. Тяпал там, да, видел, там все перетяпал. Да никого я не видел. Я пришел, с больницы лег, отдохнул и все. Ну, что, ищите там, где? Можно нажимать, наверное, ему-то. Пусть нас примут. Может, положили трубку и опять попробовать группе общей позвонить? Ну, кто-то берите на себя, кто может-то. Я не могу. Вот, отошли. Такое дело, что-то у Сергея интернет не заработал. Сейчас по новой. Ну, что, взяли нас, нет? Нет, нет, нет. Ну, вот, мы свидетельство, вот, может. Что нас не берут-то к себе? Почему они отрыхлись от нас? Ну, вот, Надежда Благодатская, вот, Наталья. Вот тут мы беседуем. Мы только в район. Да. Мне кажется, что вот связь только с нами, да, получается. А у Сергея нет интернета. Он даже... Ну, кто-нибудь пусть берет, берет и открывает, и начинает вести занятия. Там что у нас? Послание Иуды. Скорее всего, Андрей Ложкин должен это сделать. Это кто? Надежда Благодатская, фамилия какая. В красном которой, да? Да, здесь. Игорь Тихонович? Да, Андрюша. Я хотел вам сказать, я там... У меня в моем мире пока заблокировали, поэтому я иногда вам пишу сообщения в скайпе. Да, да, я все время смотрю. А, значит, посеки, посеки, я думал, это вас будет у меня. Нет, 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 потому что тут оно пикнет, а я недалеко. Ну, пока не на улице. Конечно, одному неудобно. С миром, Бальдюшка. С миром. Андрей приезжал в военный с Мурманска в прошлом году. Ну, это все-таки сейчас уронит. А? Я думаю, Сергей, уже все получилось с интернетом. Можно будет попробовать еще раз позвонить. Ну, давайте, звоните. Звоните вы. Я не знаю тут где. Я только буду готовое брать, давайте. Или ложкой-то звонит он. Самая большая надежда получилась. Ну, вот вроде бы Сергей вышел в интернет. Ну, дайте ему знать, что я сижу здесь, а меня никто не берет. Я на обочине голосую. Мы, наверное, так же, Инатий. Здравствуйте. Я нажал. Слышно или нет там кто? Да, слышно. Все. У меня заработал. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Ну, давай, Сергей. А то мы останемся. Очень рада вновь видеть. Всем Христос воскрес. Боюсь, не видно. Христос воскрес. Христос воскрес всем. Боюсь, не видно. Если ближе, вплотную сядешь, тебя будет видно. И тоже выступишь где-то. Я не знаю, видно, нет батюшку-то. Наверное, не видно, да? Нет, почти нет. Нет, не видно. А вот еще ближе, сядь. Вот так вот. Вот теперь видно маленько, да? Пол головы. Ого. Да, видно. Вот смотри сюда. Вот где ты, вон твоя голова. Вот еще ко мне ближе, вот так будет видно. Я могу отшатнуться, а то моя голова больше твоей. Так, сейчас я всех подключу. Давай. Вот. Пришел шесть часов не работать интернет. Надо приходить раньше. Раз ты начальник, ты должен приходить в половину. Без пятнадцати пришел. Ну, даже без пятнадцати. Все равно, что ли деньги за это не платят. Так, ну, вроде в ручье. Ну, все, двадцать минут ушло, давай. Молимся. Давай, молись. Христос, воскресе из мертвых, смерти, смерть поправ, И в солнечном обеде живут до дна. Но, Господи, благослови предстоящие занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных слов, кто изложен в священном писании. Прибудь с нами и с ней вечер. Сохранилось в любви и согласии. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, на прошлом занятии мы начали изучать послание апостола Иуды. Как вот наш наставник заметил, это самое обличительное и самое такое грозное послание всех посланий. Закончили мы на 12-13 стихе. Вот так я читаю. Послание Иуды, 1 глава, 12 стих. Так, тут надо напомнить, о ком речь идет. Ага, сейчас начну, наверное, с 8-го. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. 10-й, 11-й стихи. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расцлевают себя. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению. Мзды, как валаамы, упорствы, погибают, как корейки. Так, о ком же здесь вот речь идет, которую вот злословят власти, и сейчас вот они тут дальше будут. Идет речь, это о четвертый стих, о ком речь, чтобы понятно было. Ибо вкрались некоторые люди издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот о ком сейчас пойдет дальше речь. То есть они злословят то, чего не знают. И вот 12-й, 13-й стихи сейчас будем разбирать. Таковые бывают соблазнах на ваших вечерях любви. Спиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторнутые. Свирепые морские волны, пеняющиеся с работами... Пенящие, пенящиеся. Пенящиеся с работами своими. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Вот, проехал так проехал. Итак, толкование. В то время были еще совершаемые в церквах вечери, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. 11-я глава, 21-22 стих. Вячеслав Пкачев, найди пока. Как найдешь, скажешь. Так, называвшиеся агапами, или вечерями любви. Они, говорит, сходятся на вечере не ради пользы в них заключающейся, но для того, чтобы найти случай, обольстить неутвержденные души, как и апостол Петр говорит во втором своем послании. 2-й главе, 14-й стих. Уподобляет таких людей подводным камням, безводным облакам, осенним деревьям и блуждающим звездам, ибо, что у сих бывает по естеству, то еретиками делается по произволению. Как подводные камни, попадаясь плавающим неожиданно, бывают пагубны для них, так и еретики причиняют соучастникам в вечере неожиданное зло. Как безводные облака не прохлаждают дождем, ибо не имеют его в себе, те места, куда бывают занесены гонимые ветром, но наводят на них мрак, так и еретики не орошают душ встречающихся им людей спасительным учением, но омрачают их самыми скверными своими повествованиями, гонимые злыми свойствами бесов. Осенние деревья дважды умирают, лишаясь плодов и теряя листья, ибо сухие в это время деревья кажутся лишенными своего украшения, блеска плодов и цветущего благополучия листьев. И что подобное бывает и с еретиками, и они умирают дважды, теряя свой плод через поглощение семени, и лишаясь благоприличия благоразумной жизни. Поэтому и искореняются они из рая Господня, то есть из церкви, и в ней ее собираются и бросаются в огонь вечный, ибо такой корень будет иметь тот, кого за гнусность жизни все отвращаются, называют звездами блуждающими. С ними сходные еретики не в том, будто красуются на тверде нашей веры, и через них проходит солнце правды Христос, приводящий добродетели в зрелость и оживотворяющий преданных им верных, но в том, что представляясь принявшими на себя вид ангела света, как первоначальники их, бесы, читаем по второму посланию к Олимпианам в 11 главе 13-14 стих, несутся только против учений Господа, чем и приближающихся к ним омрачают и самим себе приготовляют вечный мрак, уподобляясь свирепым волнам. Имеют сходство и с ними, ибо гонимые духами злобы, бешеные, неудержимые, кулах на Бога, пенятся своими сработами и оканчивают непостоянную и удобо разрушимую срамоту своей жизни в пене гордых хуленей. Ибо такова и пена волн, которой они уподоблены. Утучняют себя без страха, то есть не страшась за неумение пасти осуждения изреченного Господа. Слепцы, водящие слепцов, вместе с пособными и сами падут в яму. Матфея 15-14. Итак, Вячеслав 1 Коринфянам 11-21-22. Прочитать, да? Да. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Вот, и вот толковательным приводит это место. Для чего? Здесь тоже вот говорится о вечерях любви. И в послании к коринфянам тоже вот приходили, ели. И здесь вот то же самое апостол Иуда говорит, что были вечери любви, называющие агапами. Но и сходились они не ради пользы, а для того, чтобы найти случай обольстить и неутвержденные души. То есть, вроде бы, и в Церкви люди находились, и в то же время вот зло творили. Такие вот лжебратья, эритики. На вечерях любви они приходили члены Церкви, но, как говорится, не все наши, ибо если бы были наши, оставались бы с нами. Но так как вышли от нас через то, обнаружилось, что не все наши. То есть, они не наши, но еще не вышли, пока еще не обнаружилось, но души неутвержденные обольщаются. Как обольщают? Тут же эритическими своими измышлениями. И что вот они сравниваются здесь с подводными камнями, ибо вот мы же не знаем, есть там камень под водой или нет, когда корабль вот идет, там это вот моряки, некоторые знают, что там мель там уже вот. А камень под водой его не видно. Так же и вот этих эритиков его не видно, что он эритик, и зло. Вот это неожиданное такое бывает. И об этом вот нас вот толкователь и постол Иуда предупреждает. И как вот он их так можно сказать прям поносит, как вот Иногда Тихонович говорит, поносишь, мать, церковь. А вот Иуда, он не церковь поносит здесь, вот как он и срамот, и всякие их, и дважды умершие и безводные облака, и без страха удучняют себя. Тоже, можно сказать, зло словит и поносит он мать церковь. Он и не мать церковь поносит, а вот именно искореняет вот эти вот пороки, которые в церкви, ереси вот эти вот. Ну, а ересь без еретика она отдельно не бывает. То есть, надо еретика вразумлять после первого, второго вразумления отвращаться. То есть, вразумлять надо или не надо? Конечно, надо. Но и отвращаться надо, то есть, чтобы не заразиться его учением, потому что он самоосужден, уже он выбрал свой путь, хулить путь истины и поводит других самое страшное с истинного пути. Вот. Но вопросы, если у кого есть по этому отрывку или дополнение может быть, найти, конечно, может быть. Вопрос такой, вопрос ко всем. Что лучше, промолчать и быть хорошим в глазах людей или все-таки выступить и выступить в полный рост. И вот получается так. Вот Моисей пришел и увидел, что обижает нахранник, на смотрищик своего вернолюбимого еврея. Ну и многие видели это. И Арон видел, и Мариан видел, и никто ничего. А Моисей вступился. Один раз врезал и зарыл в песок. И однако его не обвинил Бог за это, а говорит кратчайший. Ну давайте посмотрим, это имя кратчайшее, как себя оправдывает. Самое страшное наказание за всю мировую историю было, когда живьем в ад сошли, в преисподнюю. Кто это сделал, Моисей? Ну сделал-то Бог, но приписывает Моисею, он убил, он погубил и далее показывает. Когда люди думали возвратиться назад, он сразу, кто Господень ко мне? Вот в фильме показывает, только головой поворачивает, стоит вот так вот. 3800 человек зарезали, сыны львейны, по шатрам, кто хотел вернуться обратно в Египет? Кто? Ну и всех, которые были на митинге, на Майдане, всех перерезали. Представьте, на Майдане бы 3800 зарезали, или в революцию. Царь дал указания, и революции бы 200 лет не было, и 100 миллионов людей бы сохранили. Ну а теперь как судить? Ну а, это Ветхий Завет, ну ладно, Ветхий Завет, отойдем от него. Но пример-то остался, а в Новом Завете приходят, а за столько ли вы продали, за столько-то, а что ты лжешь-то? Ты Духа Святого солгал, пал, бездыханная она не. Заходит жена, и удивительно, тот, златоуст говорит, что никто ей не сказал, какая беда. А за столько ли вы продали? Да, за столько, то есть они сговорились. Вот заходят юноши из кладбища, они только что похоронили твоего мужа, и тебя вынесут. Так это как? Так он бы промолчал, и все, ну подумаешь, не дали там десятину или что-то, промолчал бы, да и все. Какой вариант лучше-то? А теперь, где бы что ни говорили, на апостола Петра поношение по сегодняшний день его, он убил, убил двоих невинных людей. Все это деньги, деньги, ему мало было Петру. Понимаете, да и дальше-то рассуждай, и ты увидишь, и вот в Новом Завете приходят два пророка, и будут, мы знаем, что там Еноха и Илья, и кто будет против них, они всех до одного убивать будут. Вы понимаете, это в Новом Завете. Ну и как это совмещать? А совмещать не надо. Ты бери эти факты и представляешь, что они не имеют права молчать, они не имеют права проходить мимо. Вот раньше был такой стенд в милиции, не проходи мимо. И вот у нас в деревне такое было. Поселился с одним юношей, отец его, милиционер, подполковник, дружинник Геннадий Петрович, в Ленинском райотделе города Барнолла работал. И он такие пакости делал. Ты прямо не выскажешь, везде жаловался прокуратуру. Я приехал к прокурору, Рипперду, Юрий Николаевич, он показывает целая стопка. Кого-то мы ограбили, что-то отняли. Вот такая мерзость просто везде. Ну и судились, я подал в суд, а мне не сказали, что отменили суд. Ровно в сороковый день он умер, инсульт. И когда я судился, они на меня напали, тут московский комсомолец. Его сын говорит, ваша честь, судья, судья говорит, вот он, Игнатий, он помолился о моем отце, и он умер сразу, он убийца. Убийца. Я только не сказал ему, если ты веришь так, что такая молитва наша сильная, замри. А то сейчас помолюсь, и вытащит вперед ногами. Только ничего я не сказал уже ему. Но это дело-то Божье, я его не убивал. А он говорит, дядя мой, говорит, услышал, как он молился об этом. Дядя там был полчаса и услышал. Конечно, я не молился об этом. Ну, вообще-то, вера-то какая в нашу молитву. Вот понимаешь, вот как лучше было, говорить, не говорить, вступать, не вступать, судиться, не судиться. Люди судят со стороны. Вот у Шатару Ставели, видите, с тигровой шкурой, там есть такое выражение, каждый мнит себя героем, там, стратегом, видя бой со стороны. Я не был безразличен, самое главное. Не был безразличен. Может быть, не так сделал. Ну, он клевещет на троицу, Ари, ну, что с ним делать-то? Все молчат там, и три... Все. А Николыч Анаториус подошел, как по зубам, брязнул ему кулаком. Закрой, дескать, свое хайло-то, и все. Ну, и возмутили все, конечно, а он был председателем Вселенского собора первого. Вот это пример дал. Ну, дальше-то говорят, что Божья Матерь за него заступилась, сказала, не трожьте его, это мой избранник. Так правильно, неправильно, не будем судить. Но он не был безразличен, вот это важно. А ты посмотри, вот как с Богом мы разговариваем, Господи, да там такие ласковые слова, как бабушка Горького, миленький мой, да не пройди мимо меня. Дед-то мой совсем рехнулся, не верит. После она с Богом разговаривала, как с родным и близким, а он проходит его, дед-то, еретичка. А как он молился, говорит, дед-то, я, говорит, потом Горький узнал, ходил к евреям, молился, как старый, закоренелый еврей. Ни одной буквы в сторону никуда. Это я все попутно говорю. Как осудить? А как Ев говорил к Богу? Он прямо приступал к Богу. Несправедливо ты меня судишь. Требую суда. Выводи меня. Выходим вместе на арену. Никакого сюсюканья, ничего нет. И когда наступил эпилог, то есть конец-то, Господь говорит, чтобы он помолился за вас. Они-то говорили правильно о Боге-то. А Господь говорит, не столь верно. Я ни от кого жертву не принесу. Вы придете, баранов-то этих, валов-то, он принесет. Ев. Даже удивительно, когда я первый раз считал Еву, я на стороне этих людей был. А потом, когда результат-то в конце досчитал, думаю, не понимаю, как так. Он же прямо совсем не дружественно говорил с Богом. Прям требовал. Ты меня несправедливо осудил. Поэтому вот это судить, не судить, это сложный вопрос. Главное, не будь безразличен. Не будь. Церковь говорит, не суди никого. Иеретиков всех предали о Напиме. Как не судить? А Льва Толстого предали. А теперь не предавали. Там предан был о Напиме. Так судила или не судила? Факт. Он знать должен истину. А когда поистине, Господь и говорит. Когда сказали о Пилатах, Иерет говорит, скажите этой лисице. Вот так. Змея до порождения Ехинина. Эпитеты тоже. Вот надо все понимать. По ревности. Даже где-то что-то не понравится кому-то. А на это смотреть не надо. Надо возвести истину. И Езекииле 3.18 оправдается. Иначе кровь его взыщет в себя. А кто это будет? Перенин. Перед Богом наоборот будет. Мне легче будет, чем патриарху или епископу. Премудрый Соломон говорит, с начальствующих будет строгое взыскание. А я не начальствующий. Мне меньше. А он-то начальник. И он ничего не делал, да еще и злословил. Я обязан ему сказать. На меня сегодня новый ролик вышел. События за день. На меня один напал. И собака ты, и дырка твоя потеряю, когда ты такой. Тебя Бог из Царства Небесной вышвырнет на меня. Я ему объясняю. Хорошая собака-то, это здорово. Она и в монастырях бывает, и в храмовых пристройках, где-то там во дворе-то, лают умеет. А вы, священники, псы, бредящие лёжа, это сонные, спящие, вас Бог обвиняет. А который лает собаку, он не обвиняет её. Хорошо, меня волкодава можете звать, я буду давить вас. И он мне утром позвонил вчера. День только прошёл. Какой он? Я покажу, какой он упитанный. И говорит, прости меня, что я вчера говорил, да вот то-то-то, вот то-то-до. Вот Бог достиг. Какой случай-то был? А из-за чего? Из-за Всеволода, Славгородского епископа, который на нас напал и начал нас ограждать от людей, никому не разрешил приехать, священникам. А всё утихнет. И мы до конца сказали, в роликах видно, как я архиерею нашему, нашему, я его зову нашим, Сергию, сказал, тот даже удивился. И, видимо, кому-то сообщили что-то. И этот уже епископ позвонил батюшке, а что там на меня? Он говорит, батюшка, у меня и компьютера-то нет. На меня всё опять сошло. А на меня, раз ты напал, на моих духовных счет, я обязан, перчатку принят, раз ты её бросил. Вот ещё лучше. Не будь безразличен. Мне это не всё равно, что он людей отвращает от истины. А кто он, епископ или папа, какая разница? Мне как-то, я гляжу в интернете, я в интернете появился, когда у католиков был самый сильный обличитель, Савонарола. И говорит, сибирский Савонарола из Барнаула вернулся, снова начал обличать патриархию. А что-то отключили, наверное, нас? Ну, что-то видео пропало. Ну, вот что пропало. Ну, ты понял? Слышно, что здесь? И кришку дадут такую, и всё. А ты не смотри на это. Приехал коммунист, меня вакуумом назвал. Не будь безразличен. Попробуйте. А, вот всё, опять появилось. Сейчас видать? Да. Вот так. Так, вот, спасибо Христос. Слава Иисусу. Идём дальше. Так, 14-18 стихи. О них пророчествовал и Енох, седьмый, от Адама говоря, все идёт Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Толкование. Сказанному выше присовокупляет, что Иенов пророчествовал о предлежащем им наказании от Бога в последние дни, то есть в день праведного суда Божия. Между нечестивым и грешным разность такая. Нечестивый грешит в отношении к Богу, а грешный уклоняется в делах жизни от цели правды. После сего, оставив уподобление нечестивых, уже самым делом приступает к обличению их, называя их ропотниками, укорителями. Ропотник тот, кто сквозь зубы и не смело порицает неприятно ему, а укоритель тот, кто всегда и над всем смеется. Эти гнусные сут ропотники и укорители. Они ропотники, ибо не дерзают открыто пользоваться учением своим по его гнусности, так как небезопасно обнародовать нечестие свое соединенное с развратом и хулением. Они укорители, потому что клевещут на все чужое и на самую истину, чтобы тверже поставить свое собственное зло и разврат. сказанное выше, что еретики подобного Палааму увлеклись мустой, теперь поясняют словами «Они оказывают лицеприятие для корысти». Оказывать лицеприятие значит альстиво обращаться с начальниками. Толкование закончено. Давайте на это место что-нибудь еще расскажите. Игнать Нихач, Вам слово. Седьмое от Адама Енох. И он говорит, как Енох, нигде в Писании этого нет, а он ссылается на это. Значит, была книга Еноха, ее будто вы нашли сейчас. Здесь два варианта. Или церковь ее не приняла, это что-то другое, но приняли если Иуда ссылается и говорит, что это Енох, седьмой, то есть по счету Адам родил того, того и седьмой. И вот он говорит о них. Была книга это Еноха, но это значит намного раньше Моисеевой. И сейчас говорят, почему ее церковь не приняла в канон, не знаем. А сейчас она найдена и принять надо, не знаю. Я считать на себя такое миссию. Что именно нам считать священным? Церковь приняла, она приняла, то есть вначале считали священными это Ерма, пастырь и Климента два послания были. Сейчас когда был канон принят, их канон их не приняли. Они отдельно, ну как святоотеческая литература. И мы не должны никуда за эти рамки выходить. Потому что Лютер отбросил послание Иакова. Основание это какое было? Оно не сходится с его учением. Для нас должно быть свято то, что установила церковь. Остальное смиренно принять как есть. Вот так. Идем дальше. Девятнадцатый стих. это люди, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Толкование. Вот и иная вина этих бруснейших людей. Они, не только сами гибнут, но и похищают питомцев церкви. Это значит отделяющие, то есть выводят их за пределы церковные, то есть пределы веры или и самой ограды церковной. ибо собрания свои они показали пещерами разбойников и других отводят от церкви и приводят к себе. Делают же это потому, что суть люди душевные, то есть живущие по приличию мира. Ибо мы замечали уже, что священное писание имеет обычай называть душу и жизнь. И апостол Павел говорит, что душевные люди не могут принимать того, что от Духа Божия. 1 Коринфянам 2 14. Итак, будучи душевными, они употребляют и учение душевное, о котором сказано это не есть мудрость нисходящая свыше, но земная душевная бесовская Якова 3 15. Не имеющая Духа Божия. Ну, а у нас вот как-то принято, что вот душевный человек, душевный разговор, душевная песня, это вот все в таких положительных тонах. А здесь через запятую земная, душевная, бесовская, слова-синонимы. И как бы вот по-человечески душевно Петр говорит, ну, Господи, ну не ходил бы ты на распятие. И Христос сразу ему, отойди от меня сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. По-человечески жаль ему, конечно, надо вот здесь нам тоже ухо востро держать, что есть человеческое, а не бесовское ли это? Задавать себе всегда вопрос. Земное, душевное, бесовское, не от Духа Божия, то есть сравнивать всегда с Евангелием нужно с Духом Божиим, как говорит Святая Библия в той или иной ситуации. По-человечески да, жалко, жалко, душевно хочется с ним поступить, так пожалеть, приласкать, на самом деле не от Духа Божия эти могут быть слова. Здесь неправильно, это русский язык такой у нас, что мы понимаем, совсем нельзя сравнить то, что говорится здесь душевно, и что мы говорим, что душевно, душевная беседа хорошая, не об этом. Ведь у нас у русских любовь, я люблю картошку жареную, я люблю послушать хорошую беседу, все одним словом, любовь, любовь, а в других языках это по-разному называется. Так у нас, у нас русский язык такой, что просто другой раз я говорил, бываю где-то с людьми нероссийскими за границей, то они просто не могут перевести наше изречение, какое у нас у нас. А у нас русский скажет, сразу понятно, ты смотри, не болтай много, а то сошлют, где Макар телят не пас. Кто такой Макар? И где телят он не пас, не мог догнать телят туда? А у нас, скажи, каждый знает это. И сразу замолкает, больше не говорят, а то действительно пошлют туда, где Макар телят не пас. Понимаешь как? Ну да, здесь согласен. Поэтому здесь это не так, что душевно, значит, что-то сказал ты душевно, о, это что-то бесовское. Это неправильно. У нас это просто язык русский такой, что мы говорим, а я встретил какого душевного человека? То есть, мирный, была мирная беседа хорошая, может быть, он и неверующий, но душевный, то есть, располагающий человек. Другой раз увидишь по наружности и скажет, какая неприятная листь. А когда с ним поговоришь, то совсем это другой человек. Посмотри, так он действительно красивый какой. Посмотри, душевный человек. А здесь он говорит о том, что это уже берет именно духовное состояние. Я так думаю, что это нельзя к этому, что если сказать душевное, то значит бесовское. это акцент на что делать? Тут впереди говорится о ну как бы вот таких душевных людях, они оказывают лицеприятие для корысти. То есть, его можно сразу, этого душевного человека, это и не распознать. Он так и говорит, как говорится, никогда не было между нами слов ласкательства, апостолы говорят. Никогда. не нужно быть вот такими, как по-русски сказать, простодырами. То есть, он тебе на уши, ты говоришь, лапшу вешает, а ты уши развесил. Он ему как душевно говорит, а на самом деле он может ересь такую загнать, что ты потом проглотишь ее и никак не выковыриваешь из себя потом. А для чего? Она для корысти будет тебе все это говорить. И обласкает тебя, и обольстит, и уйдет из церкви, и не опомнишься. Сколько таких было православных, которые стали баптистами, но они православными то, может быть, и не были никогда. Хотя и такое случается. А так, да, я с вами согласен. Русский язык, да, душевный, песни душевные, ничего плохого нет. Но вот надо не забывать, что вот это вот зло, оно такое вот под прикраской, как вот подводный камень, ересь, вот, нужно вот эти противосектантские, у нас давно уже не было вот этих вот занятий, как с ними беседовать. У нас как, а, еретик, еретик, гони его, там, палкой, не разговаривать, ничего не брать. У свидетелей, его у них просто, ничего не от кого не брать. Они ничего ни от кого не брут, они, как говорится, у них щит такой веры. А мы не боимся, то есть мы берем, мы можем благодаря вот занятиям, знаниям истины, отделить вот зерна, плевел, ересь, это от истины. И знаем, в чем именно их ересь. Толкование сравниваешь, начинает тебе Бог открывает, что да, это вот, ну, вот они, вот, тысячелетнем царстве, мне очень нравится вот толкование, все сразу на свои места становится. Ну, ты говоришь, что православные не были никогда православными, которые к баптистам ушли. А я считаю, что как раз-то они и были православные, которые ушли. А если не православные, такое ему все равно, где бы, или пришел, свечку поставил, там, заказал там обедню, там, что-то, я все сделал. А это искали они духовного, но не нашли там духовного. Они православные были, истинно православные, которые искали истины, но не нашли этого. Когда читается Евангелие, я захожу в храм, в один, читает Евангелие, вышел протодиакон, читать Евангелие. И я стою в пяти метрах от него, я не могу понять, о чем он все только услышал два-три слова, я догадался, а это вон, откуда он читает, там, Евангелие от Иоанна, оказывается. А остальные, это стоящее, на сто процентов никто не понял, а это было Слово Божие, для народа. А он читает задом к народу, да еще так гнусаво, да протяжно. Говорю наставителю, почему так-то? Ну, это такое, так он для кого читал-то? Когда непонятно ничего. А истинно православный, который верующий человек, он жаждал услышать Слово Божие. И вдруг какой-то баптист сказал чистое Слово Божие, и он сразу потянулся туда. В советское время выходили такие брошюрки отдельно, допустим, католичество, православие, баптизм, вот, разные. И говорится там так, приводят пример, 83, кажется, процента общины баптистки стоят, которые выходцы из православных. Вот. Остальные еще там 10 процентов, это рожденные уже в семьях, а которые обращенные из мира, со всем, которые там единицы. Это статистика такая была. Насколько, наверное, я не могу утверждать, но большинство-то, а кого спросишь, а ты как баптистам? Да я вот был, верил, там, знал, иконы были, в храм ходил, но ничего не знал. И вдруг услышал Слово Божие и потянул, и уже он в баптистах. Ну, понятно, Матюшка, но я-то имею в виду православное учение, вот, истинное, то есть, человек православный и баптистское учение, то есть, борьба между учениями. Доходят в церковь-то сегодня, ты спроси любого выходя, кто знает о православном учении, это они знают православное учение, как взять свечку, куда ее поставить, какую, что еще сделать, когда исповедуется причинитель, в этом православное учение-то. Кто занимается с людьми, которые приходят, толкование там разбирают или что-то. Никто же этим-то не занимается. А закончилась служба, в большинстве проповедь такая. Завтра будет богослужение в такое-то время, ангела вам, хранителя, с миром Божиим. И все пошли по домам. Мы проехали, в прошлом году были с Ацемианом, были в нескольких больших соборах, и мы уже стали так бы, как говорится, будет или нет сегодня проповедь после службы. Служит митрополит, с ним 12 иеромонахов. И чем закончилось? Ничего закончилось. Они ушли, все в алтарь, и все. Потом один батюшка остался, закончил службу, и ничего, ни слова не было. Народов было много в храме. Но на литургии будет обязательно. На литургии не было ничего. Мы были в Киево-Печерской лавре на пятерых службах. Ни на одной проповеди не слышали, хотя там паломники съезжаются со многих стран. Тоже ничего не услышали. Приложились люди к мощам. Вот православное учение. Какое? Ну, я-то имел в виду, православное учение, которое, допустим, как в нашей общине, я узнал это учение. Ну, да такая, как ваша община, это больше нигде нет таких общин. Ваша община, она идеальная. Понимаешь-то? Вы можете, как бы живыми, живыми бы не сошли вы на небо. Ладно, давай я дальше продолжаю. Разрешите мне сказать слово? Да. Вот, батюшка, как раз-таки на ваше слово. Я когда после службы крапинно, мы все собираемся, я говорю, давайте побеседуем о том, что же сегодня читали в Евангелии. И мне обычно говорят, ты говоришь, посиди, помолчи. Как, Евангелие же читали? Наши, для нас читали Слово Божие. Хоть чуть-чуть, давайте хотя бы вспомним, как это вообще называется и для чего оно читалось. Не-не, ты говоришь, со своими сектантскими выходами, ты говоришь, помолчи. Я говорю, а где же, говорю, наша вера? Мы же, говорю, здесь собрались. Для чего? Чтобы просто постоять здесь с вами или попить чай. Я говорю, Слово Божие послушать, помолиться мы пришли. Так, давайте побеседуем. Не-не, ты говоришь, сначала это, там, говорит, вылезти или что-нибудь еще сделай, а потом, говорит, мы с тобой побеседуем. Леди, говорит, там, на стороне, с кем-нибудь другим не беседуют, с теми, кто баптисты, с теми, кто в церковь не приходит. Я говорю, а с вами, говорю, что? Не-не, сами, говорит, не надо. Мы, говорит, и так уже входим в церковь. Ты начинай потихоньку. Один-два человека вначале на занятиях, кто близкий с тобой по духу. Потом еще люди припкнут к вам, будет. Такая создается община. Вы побыли на богослужении в храме? Я говорю из своей жизненной практики. Я жил в Афронзе, это Киргизия. И вот так вот в храме, на службу мы там исповедовались, прищадя, после службы собирались, а тогда нельзя было. Так договаривались, кто уже встал за 20 человек, чтобы заходили, с разных сторон к дому. Не с одной улицы заходили, а то с другой стороны там, с другой улицы заходили потихоньку. И так занимались. Так узнал настоятель, и давай там это говорить. Я только что у него исповедовался, прищадался, а он говорит, у нас появились такие, которые, значит, вот увлекают людей в какие-то учения. А я стою здесь, слушаю, только что у него прищадился. Но несмотря на это, люди мы продолжали, по Иоанну Златоусту, толкование Иоанна Златоусту мы брали. Я готовил дома. И так занимались. И люди приходили. Вначале 2-3 человека, а потом стало до 20 человек приходить. Вот начинай потихоньку так, кто твой близкий по духу тебе с ним, он и кому-то скажет. Еще и так постепенно у вас и будет. Не надо, у вас и храма-то там на улице, не надо это, а где-то, ну это, конечно, церковная ограда, это уже епархия батюшки, там, настоятеля. Каноническая территория. Там нехорошо делать это. А где-нибудь, на квартире у кого-то, вот так вот. Все. Сергей, можно я чуть-чуть, секундочку, только я, я очень благодарна Господу, вы прямо, батюшка, как алмаз золотой, не знаю. Слава действительно замечательные, и очень я рада с вами вас слушать, и душа очень тянется к таким людям, действительно, очень хорошо быть Детям Божьим вместе. Надеюсь, что вот эти наши общения, они как-то дадут нам мужество и быть смелыми, и говорить, и как-то не стесняться. Господь любит всех, и Он как-то через нас, да, пытается каждому достучаться. Главное, не знаю, любовь, да, но как любить, тоже надо научиться. Я благодарю вас сердечно, действительно, это очень-очень приятно было слышать. Так, читай, так. Так, у нас час прошел, хоть и не час, 45 минут. Давайте, наверное, тогда еще 15 минут снова можем позанимаемся, потому что мы сегодня на 15 минут попозже начали. по 19 стиху, может быть, у кого-то вопрос есть, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. от единства веры, вот на чем акцент я хотел сделать. А сегодня, да, батюшка правильно заметил, православные у них, и единство веры, в что верят-то? Как это верой-то можно назвать, знать, как иконы, там, с какой стороны целовать, как свечки подавать. Единство веры имеется в виду и евангельская, вера евангельская, учение евангельское, а раз его нет, то ну и о чем он говорит, значит, там, если люди, вот как брат заметил Андрей Ложкин, давайте по слову Божию поговорим, а зачем-то нам это надо. Ну, раз люди в церковь ходят, а слово Божие не любят, но, Сергей, нельзя говорить, что все там такие. Ну, не все, конечно. Нельзя этого говорить. Андрей не такой уже. Вы старайтесь, когда в это, то обходиться без осуждения, что примеры привели, да, это так, но исправлять нужно потихоньку, даже говорится, что в мире что-то сделать, и то начинает, говорят, всегда с низов, сверху только указы дают, но они не исполняются. Сегодня говорят, нужно, значит, собрать комиссию, чтобы исполнялись указы президента, а то он сказал указы, три года прошло там, а никто еще не начинал их исполнять на местах. Понимаешь, как это делается? Так и здесь. Вы начинаете делать потихоньку то, что должно делать, каждый христианин делать. Жить благочестиво, проповедовать о Христе, так, как это должно по толкованию святых отцов, доносить истину до людей, и все. А люди-то многие и православные, наша вера-то православная, она истинная, твердая. Посмотри, даже люди приходят в храм, ничего не понимают, а посмотри, а идут. Ты сегодня сходил бы в Иоанно-Богословский храм, завтра память святого ангелиста Иоанна-Богослова. Сколько там народу? Утром будет две службы, ранние и поздние, и будет полный храм забитый. Это там больше тысячи точно будет людей. Во! Какая вера. А где там, понятно, у них совсем мало баптистов, а у нас много. Значит, наша вера самая истинная. Написано, мало спасаемых. А как, много или мало спасаемых, это уже тоже никогда не говори. Судить не ты будешь, а будет Христос судить. А мы сегодня начинаем, что говорим, а вот там прищеляют лику святых, они осудили, а сам тоже судишь. Мало там спасаемых будет. Да откуда ты знаешь, мало или много? Написано так, поэтому и знаю. Написано, мало спасаемых и медь. Большая часть священников погибает, я цитирую, и все, значит. Ну, это было мнение Иоанна-Изотоустова. Он говорит это так. Я с Ним согласен. Вот согласен. А почему много погибает? Потому что ты за себя только, за свою, говорится, душу, как следует, и то не печешься. А священник будет отвечать, кого он покрестил, кого повенчал, вот, кому что, как наставил, кого, а то доходит до такого уже, что, ну, как бы, анекдот уже такой, батюшка, научи нас, как спасаться. А он будто бы отвечает, смотри, как мы живем, поступай обратно и спасешься. Давай дальше, 20-23 стих. Смотри, Сергей, пару слов. У нас Раиса Николаевна Блиникова пошла в Никольский собор. До конца достояла, проповеди нету. И она решила дождаться батюшку, когда он со двора будет выходить. И она его встретила и говорит, батюшка, я вот пришла и хотела послушать Слово Божие, а проповеди не было. Что ты думаешь, он ответил ей? Ты от Лапкина? Да. Он мгновенно ей отпарировал. Вот и все. Значит, они нас выделяют. Благословен Господь. Надо мудро везде поступать. Действительно, мудро. Как мудро? Как в мире? Смотри, и на этот раз бывает оттуда тоже можно взять. Вот мне припоминается один пример. Он пришел в гостиницу. Она говорит, мест нету. Ну, неужели ни одного нет? Я приехал в командировку. Ну, тут, говорит, есть, говорит, двое, говорит. Они там сидят какие-то про власть анекдоты травят, говорит. Ну, там одна койка свободная. Ну, заснуть не дадут. Пьют, сидят и травят анекдоты. Он говорит, да давай. Где-то же надо. Спать, правда, не дают. Он им сказал, да ладно тебе, мужик, заливаешься, пришел тут. Ну, и все. Он тогда вышел, вызвал, который дежурит там, и говорит, 6-15 минут мне, принесите чаю, три порции. Ну, и проходит уже, вот-вот ей приходить-то. А он подошел к розетке, там розетка включается, и говорит, товарищ капитан, принесите три чашки кофе. Хорошие товарищи тут наши, против власти, такие анекдоты интересные рассказывают. А эти-то знать еще не знают, услышали, вдруг она является, у них глаза на лоб. Ну, он больше ничего не сказал, а розетка действительно была с КГБ связана. И утром-то он встал, никого нигде нет, от которой там кельнер-то служит, зашла и говорит, под утро-то, говорит, приехали, двоих забрали, вас, говорит, не взяли, потому что вы так сладко спали. Надо мудро знать, как поступить. Он даже не предавал их ничего, сам придумал, и смотри, какая штука получилась. В любой обстановке надо смотреть, как. Вот как сказать именно. Мы вот были в Киеве, идем с батюшкой, он 51 год служит священником. Я говорю, батюшка, а что сегодня считали апостола? Бог его знает, не знаю. Считала, что именно, не толковать ничего, а что именно. Ну, а как в этом положении? А ты работай, ты трудись, и тогда будет плод. А если просто, ну, говорите, ну, мы сказали правильно, они не проповедуют. А почему не проповедуют? Нет ревности, страх перед людьми, ну, это перед властью в то время было. А мы проповедовали, и батюшка по-хорошему, ну, как показать надо ему. У одного остановились, а у него, говорит, там где-то разрушали храм, так он дверь унес, и у него дома сувенир, дверь из церкви, от царских врат. Это Сергей Коннабас. А сейчас он батюшка, и все помнит, и рассказывает про нас такие возвышенные дела, которых я и сам про себя не знаю. Понятно, вот как? Это Бог располагает. Надо, конечно, ревностным быть, но посмотреть, как, когда можно. Но если он уже действительно отвращает людей, там, епископа или кто, тут уже по полной программе надо выдать, чтобы, говорится, земля горела и сверху, и снизу. Во, Кеняйкина, Лена, прямо рядом с Сергеем, с левой стороны появилась. Давай. Так, 20-23 стихи. Читаем. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Толкование. А вы назидайте себя на святом духе и на святейшей вере вашей, то есть обновляйте себя в духе святом, то есть совершайте собрания свои в молитвенных зданиях своих по учению Духа Святого. И сами себя, духи Божией, соблюдайте, то есть сохраняйте, ожидая милости от Господа, который в последний день воздаст вам жизнь вечную. А тех, если они удаляются от вас, обличайте, то есть обнаруживайте нечестие их пред всеми. Если же они располагаются к уврачеванию, то не отталкивайте их, но принимайте по милости любви своей, спасая их от угрожающего им огня. Принимайте же их с милостью и со страхом, остерегаясь, чтобы принятие их при беспечном вашем расположении к ним не сделалось причиной погибели для вас самих, потому что они и твердых в вере увлекают в разлитие своего нечестия, а зло удобно перенимается. Вот такое вот. А я почему-то раньше думал, что обличайте со страхом, это нужно на человека страху нагнать, чтобы он испугался ада-то, и вот как бы начал подвигнуть этого к покаянию. Здесь вот читал толкование сегодня, думаю, как же я неправильно понимал-то. Здесь нужно его бояться, то есть, когда вот он ушел, а потом вроде как и кается, и не кается, то есть, вот такое вот остерегаться его надо, чтобы самому-то зло не увлечься-то. Иоанн Владимир Владимирович говорит, что если, говорит, вас не вразумляют, что благо вечной жизни, то, может быть, страх перед вечной гиеной вас остановит. Вот каким, а что же там будет в вечной горе? А давай так, два брата, старобрядца, ехали, сидят на вокзале, с бородами они, подошел к ним, по-другому, иеговист, ну и давай им говорить, проповедовать, а что они ему скажут-то в ответ? Он им читает там из Библии, а они-то не очень хорошо это знают. Ну слушали, а что-то как? А ребята здоровые такие, крепкие они там, они встают и говорят, ты давай-ка рви когти, а то мы тебе сейчас здесь это уделаем. Ну он повернулся, видишь, страхом они его хотели спасти. Не таким страхом-то, говорит, а страх перед вечной мучением, перед гиеной. Смотри, ты если не обратишься, то ждет тебя вечная гиенна, а не то, что ты обратишься, или нет, а то я тебе в морду сейчас дам. Ну здесь вот о другом страхе говорится, что, вот еще раз я процитирую блаженного Фефилакта, принимайте же их с милостью, ну их это те, которые видимо согрешили, и потом покаялись. принимайте, то есть их нужно с милостью принимать, раз они раскаивали свои греха, и со страхом, а дальше вот запятая, со страхом остерегаясь, чтобы принятие их, тех, которые отошли, а потом обратно вернулись, при беспечном вашем расположении к ним не сделалось с причиной погибели для вас. Правильно. Самих. То есть он меня может грехом-то теперь заразить, и он, у нас это было в потерянии, подержать в каком-то там, эпитемью какую-то может быть, потому что они и твердых в вере увлекают в разлитие своего нечестия, а зло удобно перенимается. Ну и как вот, здесь, наверное, уместно, что вот какое-то время нужно давать вот эпитемья, может быть, вот это имеется в виду, то есть остерегаясь, не сразу так вот он согрешился ему, милостиво, да, все, Бог тебя любит, простил, ты опять член церкви, все, вот, а это может, как вот, быть причиной погибели и для нас самих, то есть, а другой подумает, о, он согрешил, ему ничего, и я тоже, чем я, как говорится, лучше-то, это расхолаживает, то есть, давать испытательный срок, под наблюдением, чтобы было, приобщение, обнаружится, искренне он или не искренне это делает, вот как. Да, испытательный срок, да, в этом говорится, вот это вот, как раз вот страх, то есть, остерегать, то есть, мы тебя принимаем, все, мы тебя любим, ты покаялся, молодец, все, вот. У православных, когда бывает, только, может быть, священнослужитель, если согрешил, то его запрещают в служении, там, на сколько-то, на год, там, на два смотрят, как, если есть исправление, тогда его вновь восстанавливают, там, это служение. А с простыми-то мирянами, там, это не практикуется, этого нет, потому что, порой сам священник-то знает своих, только, которые в церкви работают, да, постоянно бабушка какая-то, какая-то ходит, если постоянно, он только эти, а остальные-то люди идут, он, никого и не знает их, они приходят, уходят, и неизвестны никому. Поэтому, как ты узнаешь, там, какое испытание? Оно не проводится, там, такое испытание с мирянами. То есть, эпидемия не налагается за смертные грехи? Ну, налагается какая-то, там, эпидемия, но, опять же, на тех, которых он, церковные работники, которых знает. А люди, которые приходят из мира, как он налагает? Да, прохожане, то что на них налагать-то? Он, действительно, смысл какой-то. Он пришел, говорит, раз в год, допустим, а я его еще на лжевую эпидемию, еще на несколько, но вообще не будет ходить, поэтому. Ну, вот. Хорошо, что пришел, хотя бы пришел. Разрешите слово сказать? Да, разрешаю. Батюшка, вот, с вами тогда общалась женщина, которая в другом городе, но хочет быть в вашей общине. Вот, в нашем мире сейчас очень идет большая урбанизация населения. Из одного в город, в другой могут, там в 10 лет, в 10 раз переехать. И вот, мне кажется, очень важно, чтобы все-таки была в каком-то одном городе твоя община, в которой ты состоял в этой общине. И у этого священника постоянно ходил, исповедовался и причитался только у этого священника. И он, чтобы налагал на тебя какие-то эпидемии, чтобы ты нес эти эпидемии. А вот, мне кажется, в нынешнее время это тяжело делать, потому что ты из города в город переезжаешь, и любой священник может просто физически тебя не выучить за это время. А зачем из города в город переезжать? Переезжай в какую деревню, живи в деревне. А из города в город это кто сегодня переезжать? Это очень дорого, и какая польза от этого, что ты будешь переезжать? Искать хорошего священника? Будь сам хороший, найдешь тогда, сам найдется тебе священник такой. А то у нас были такие, ехали из города в город, там квартиры бросали за священников, там остались, как по сказке Пушкина у разбитого корыта. И священников нет, и они теперь не знают, кого искать, куда бежать. Все. И наконец-то уже дошли до того, нашли какой-то там монах, что паспорта у них пожгли все, пенсионные книжки пожгли, там и телефоны по выбросу, и все. И сидят теперь и дальше не знают. А его нет, монаха где. А людей смутил. Вот так вот. Не надо бегать за священником. Священник, какой бы ни был он, допустим, а через его благодать сходит. Если бы не было, то Господь бы отверг это. Мы видим, в Ветхом Завете было, священники грешили, но Господь от них жертву принимал. А ты, если в тебе есть ревность и духовный ты жизнью ведешь, то ты сам можешь еще и, как говорится, ревностью своей заразить этого батюшку. Вот так вот. Духовник должен быть один, конечно. А не так, что ты поехал, где ты по разным городам свои грехи будешь трясти. В Барнауле, в Москве, в Петербурге, в Киеве, где по пещерам эти грехи свои размазать не надо. поехал, где там, ну, помолился, но исповедуется и причащается у одного священника. Это уж в крайнем случае, при болезни, там, какой-то нужде только так можешь. А у нас так привыкли, что священнику своему на приходе скажут, чем согреться, да, видим, не видим, слухом, там, нюхом, а поедете по монастырям, там уже она свои грехи разносит. Где-то. Этого не нужно делать. Это пользы не будет никакой. Ну, я думаю, Андрей-то имел в виду, что люди переезжают не по собственной воле, да, ну, вот как-то, может быть, работа там и посылают, командировки там, или как вот, что такое урбанизация. Ну, принято так вот менять место жительства. Но духовный отец и священник, у которого ты причащаешься, это не одно и то же. Духовный отец твой один. Как можно сменить отца? А у меня отец Тихон, а я не хочу Тихон, у меня пусть Николай будет отец. Он лучше, у него борода красивее. И вот, и он не пьет. Мой отец выпивал, а тот не пьет. Выберу себе другого отца. Так не бывает. Духовный отец, от кого ты... который тебя родил благорестование, в котором ты вот начал свою церковную жизнь. А потом, когда ты переехал, там через 5, через 10 лет, там в другом городе, там священник, то есть ты можешь этим его... Да. Но наставление духовное, ты от своего отца духовного как-то... А у нас сегодня требует... Прихожанка пришла, первым делом священник, отрекись от своего духовного отца, тогда я тебя в храм запущу. Она уже почти 2 года стоит на улице, зимой и летом молится. Почему? Не отрекается от духовного отца. Отрекись, тогда я тебя запущу в храм. А признай меня духовным отцом. Ну это безумие, конечно. Ну вот. Ну давай, заканчивай, а то ты сейчас еще. Будет долго. Так, вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас. Позанимались сейчас. Ответы вопроса полчаса. Ну и минут 20, там, как получится. Анатолий Менщиков, вопрос. Разрешите мне тогда вопрос. Андрей, давай разрешаем. Игорь Тихонович, как Вы относитесь, или как во свете Библии выглядят молодежные отделы при той или иной церкви, или храме, или монастыре, или при епархии? Ну как? Говорят, какая программа? Я считаю, лучшая программа изучения священного писания по блаженному пепелакту. Я ввел в разных университетах, в школах. То есть, мне известна эта тема. Да какая программа? А вот теперь здесь ты должен все это указать, перенести на сегодняшний день. Во-первых, знает писание. Сюда же включить противосектантские, которые нападают на православных, чтобы умели защитить веру. Это положительно, но священник должен знать очень много. Он не будет миссионером. Для этого, может быть, у него еще ничего нет. Согласно слов Иоанна Златоуста, чтобы обратить душу, нужны тысячи талантов. А крестить ни одного, говорит, не надо, лишь бы был священником. И поэтому сегодня самое отвратительное, что есть, самое безбожное, лютое, это миссионерские отделы. Это подделка сатаны. Нигде, никогда можно создать отдел литературный, географический, спортивный. Миссионерский не создается. Здесь все абсолютно делает Дух Божий. А они выходят, какого Дворкина выписали из-за границы. Он рассорил тысячи и тысячи людей. То есть самое негодное. А как узнать? Ты должен знать все, что Бог откроет тебе. Это означает, половина твоей жизни уйдет на молитву. Где сказать? Главное, сказать или не сказать, это первый вопрос. И искать не своего, а что угодно Богу. Господь говорит, славу друг от друга ищите, а от единого Бога не ищите. Вот это все важно. Человек должен быть абсолютно свободным. Ни архиереи над ним, чтобы нигде не командовал, никого нет. Ему указатель только Бог. Откуда это известно? Шестая глава Деяния апостолов. Считайте, даже пироги раздавать, и то горелые, корки кому отдавать. Это указано. Изведанных, исполненных силы Духа Святого. А которые, не имея Духа Святого, вот эти отделы, сбиваются, в кучу, обманывают людей. Если уже идут миссионерствовать, по двое, Господь отцел, по двое, а третий шофер, вот двое. По-другому никак не было. Вот мы идем, когда по деревням, по одному, но надо двое, мы идем по одному, чтобы друг друга видеть по разным сторонам улицы. Евангелие задаем. Тут бесед почти не бывает. Вот когда соберутся в клуб, ну, Дом культуры называют, тогда решаем. Главное, коротко сказать, Евангелие тоже выдали, а кто пришел, тем Новые Заветы. Вот у нас это было, мы ходили. Люди, которые ничего не знают, он понимает, ему надо где-то, чтобы система была какая-то, там, сверху стоял кто-то над ним, но он не может по-другому. Ему какая-то организация, название, миссионерское дело, покажи, где они были, когда. Миссия это означает, ты выполняешь то, что велит Дух Святой. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Определенно, где Дух Господень, там свобода. Душа просто не принимает, он на тобой не может быть, как говорить это. Говорит, настрого запретили вам говорить, а не говорит, что кого слушать больше, Бога, или человек, а по которой сейчас выходит, архиерей цикнул, так и все, все эти арт-рюмы полетело. Они уже слова нигде не скажут, поэтому это обман. Здесь в чистом виде стопроцентный обман. Никаких миссионерских отделов быть не может. А как? Ну вот он сказал одно слово не так, что-то архиереи напали на них, а дальше цикнул, и все кончилось, убрали. Его брать нельзя. У него только Бог, указник ему. Миссионер неприкасаемый. Почему? Ну, конечно, проверять надо, смотреть, но указник только Бог. А если не так, значит, впал в ересь заблуждения. И в любом вопросе у миссионера на первом месте Бог, Священное Писание, труды святых отцов, каноны церкви, жития святых, вот четыре параметра. Меня спрашивают, ну а тогда кого вы знаете? Ближе всех к истине Олег Синяев. У него Библия в руках. Ну, после этого, говорит, сейчас вот собирается группа людей, паломники, поедут, опять же, на то же самое, мощи и паломничества. То есть задевает миссионерскую работу только кромкой. Ты должен сказать, не нужны миссионерские, никакие паломнические группы, это не нужно совершенно, не тратьте драгоценное время. Идите только на благовестие, идите по всему миру. А вот поедет, приложится, преклонится, мироточивая икона. Ну, комиссия-то составлена была, патриархия, экономцев и анархимандритов, там Павел Флоренский, это внук того еще или правнук. И нашли, что не демоны или над нами смеются, а мы голову ломаем. Злая сила тоже делает и мироточение, и все, что угодно сделает. Вот это ответ. Газета Труд это напечатала. И ты должен смело это сказать. Не бояться. Для него нету папа, патриарх. Для миссионера разницы никакой нету. Почему? Это пророческое служение. Пророки выступали. И когда Степана побивали, он обратился, кого из пророков не гнали отцы ваши? А они убили предвозвестивших пришествие его и подняли руки на самого помазанника Божия. Он никому не подчиняется. Никому. Почему? Он полностью отдался Богу. А другие, другие будут клеветать, не понимать. И они, кого не гнали? Таких не было ни одного. Миссионеры все до одного были гонимы, пророки. А они выполняли миссию Божьей. Иди и скажи. И не малодушиствуй, чтобы я не поразил тебя. Вот как говорит Господь. Пророку Иеремии. Я молод. Не говори, что молод. Я послал тебя. Он посылает его. Я заика не могу. Сказ на язычный. Перестань. У тебя брат Аарон есть. Он будет Богом. Вот это, кажется, не как Бог, а прямо Богом. И он будет говорить. Ты говори только, что я тебе говорю. Я ему передавай. О, у него язык подвешен. Он выскажет. Вот что значит пророк Божий. Миссионер. Он слышит голос Божий. Он встречается. Шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. И он мне грудь рассек мечом, как Пушкин пишет о пророке. И уголь, пылающий огнем, во грудь отверстие водвинул. И дальше глаголом жги сердца людей. А это нет, ничего. Он цикнул на архиереи, там, мирские. А архиерея его сразу под запрет. Как он посмел? Как архиерея посмел его трогать? А опять лепится к этим отделам. Ты будь свободен. Тебя Бог освободил. Зачем ты опять в этот миссионерский отдел лезешь? Это капкан. Сатана капкан поставил. Дело Божье делается только по повелению Божьей. И он будет открывать тайны. Не ты ли, Андрей написал? У меня было то-то, то-то. А я вот только ни раньше, ни позже уринотерапия. Так? У меня один раз только на ту тему было в потерявке занятия. А в это время тебе Бог в Мурманске положил на сердце. А я даже, не знаю, снял замок именно с этой темы. Она тебе как раз легла, так? Андрей? Да, да, да. Так было? Не, не, это не было. Это не вы были? Не вы? Не, не, это другой был. Ну, значит, кто-то другой. Я сегодня как раз это озвучил. Это Бог полагает. Он открывает тайны. Не распечатывая письма, отвечает на письмо. Это Бог открывает. А они этого не знают. А как? А оно притягательную силу имеет. Тебя будут вызывать люди, беседовать, стремиться, узнавать и говорить. Я искал это. Бог через него будет открывать сердца людей, замки снимать. А эти, которые ходят, они нападают и, ну, просто грызут. Шатия, братья. Отделов нигде никогда не было миссионерских. Никогда, нигде, где люди верят в Бога. Повторяю, что можно делать музыкальный где-то отдел, отдельно дети занимаются техническими вопросами, но миссия ты должен рассказать им, а будет или нет, не знаю, что именно входит. Первый вопрос, самый главный. Я так считаю, что 118 Псалом, 164 стих, 7-й кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Ты не будешь оправдовать ни Майдан, ни войну. Суды пришли Божии. Самое искреннее, откровенное про войну написал вы знаете кто? Виктор Петрович Астафьев. Он, как называется, проклятые убитые. Я сегодня смотрел ролик и он дает сам интервью. Очень известный поэт в России потом в Кур приехал в Красноярск, он там где-то рядом. писатель. А? Писатель. Писатель, да. И вот который человек миссионер, он поставит все на место. Он не будет говорить, принимайте клятву, воюйте там или еще это. Он щеткой ясно знает. Это нельзя. Да ко властям не понравится. Он не видит этого. Он выше голов смотрит. А этот просто так. Щучело, говорит, трухой набитое, как Келагин пишет поэт. Образ, говорит, и образ плохой. Изведанных, умудренных в духе святом. А поэтому они на все, что миссионерскую работу Бог через кого делает, они понимают, это псевдо, лже-миссионер, то другое. Для них это враждебно. Почему? Это враждебный лагерь. Там духи бесовские, вихри враждебные веют над нами. А можно ли им выйти? Нельзя. Им не выйти из этого. Они уже поняли, они трусы, боязливые. А боязливых учатся в озере огненным. Они не могут быть миссионерами. Они не могут Богу сказать, вот я делаю, что хочешь. Они всего трясутся, боятся, в глаза заглядывают священникам. А уж про альхей говорить не нацикнет, и все отделы замолкли. Миссионер подчиняется только Богу. Ну, как бывает иногда у патриарха, без всяких епархий непосредственно патриарху подчиняются. Они не знают этого. Вот даже мусульманы-то знают некоторые. К нему пришел один и задает вопрос. Он говорит, не знаю. Как же так? Такие вопросы отвечали. Я, говорит, не знаю не это. Не знаю отвечать тебе или нет. Мне Бог еще не открыл это. То есть не каждому отвечать. Что отвечать? На какой вопрос? Это Бог все открывает. Это будет удивлением для людей. И будут клеветать, что бесовская сила тебе это открывает, и гипнотизер, и что. Ты все это будешь в свой адрес слышать. Поэтому, когда говорят миссионерский отдел, вы должны отшатнуться и перекреститься. Это обман. обман сатаны. И люди этого не понимают совершенно. Вы знаете, вот как объявил года два назад патриарх выступил, чтобы были образованы миссионерские отделы. Ну и здесь знакомый священник из Романово, и он наших пригласил, поехали, там встреча с народом была, но это ролики стоят у нас тут про это. И все заглохло, больше нигде нет. Нету. И как будто никогда не было. Почему? А потому что не было, они со стороны призвали, со стороны. Они нас знают и вызвали наших братьев, сестер, поехали, они там были, выступили, хорошие отношения. Вот так. Ну все, наверное, сегодня. Да и еще минут 10 можно позоверить. Какие? Попозже начали. Ну, я просто повторю, Андрей-то спрашивал о молодежных... Я ответил, Сергей, я ответил, ответил. Это положительное, хорошо, надо заниматься и вести по блаженному фепилакту и противосектантские. Новый Завет полностью проходить. молодежь без взрослых собирается. Это хорошо или плохо? Отдельно? В молодежной кружке. На что именно занимается? Я говорю, чем занимается? Это я уже два раза ответил. Можно я подправлю еще? Это хорошо, хорошо, но только нужно, чтобы... Кто преподаватель-то будет-то? Игнать Ильич, вот когда я встречаюсь с такими отделами и когда беседую с такими людьми из разных отделов, из разных церквей, разными репархиями, задача об изучении святой Библии с толкованием даже не стоит. Даже Библия не стоит на первом месте. Всегда какая-то стоит цель помочь кому-то, милосердие, съездить поездки какие-то, трупы какие-то посмотреть, здания какие-то посмотреть, еще что-то. Но Библия, она не стоит на первом месте. И оттолкование вообще подавно. И когда ты начинаешь разговаривать с людьми, а зачем это все надо? Ну как зачем? Огородиться? От кого отгородиться-то? Ну а других людей, чтобы вот мы, братья такие-то и такие-то. Я говорю, а цель-то какая? Ну, вдруг мы будем помогать? Так, я нашел, кто у меня спрашивал. Это Евгений Димов. Вчера я хотел вам, Игнатий Тихонов, задать вопрос насчет уринотерапии. А сегодня вы как раз на него отвечаете. Чудо! Восстатый знак. У меня постоянно вот это. И мы только подумали об этом, а вы отвечаете. Мы вообще даже не можем понять, как это может быть. Притом вопросы, которые человек ставит, Бог открывает в той же последовательности, а они даже не задали их. И в этой проповеди все отвечены на вопросы. А как было? Ну если тебе это дано, ты знаешь, нет, значит. Мне нравятся слова Григория Нивского, это брат Василия Велик. Он говорит, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Они не понимают этого. Мне вот у старообрядцев пришлось быть, но когда увидели, что по Библии ведут занятия молодежи, они сразу провозгласили, что это от сатаны. Библию знать так и отвечать. Где написано, это от сатаны. Вот. А когда я стал говорить, переводить места Писания и подтверждать правилами, канонами, они говорят, смотри, первый раз слышим, чтобы сатана дал знать каноны. Обычно Библия это не наша, а каноны-то наши. А когда я златоустся стал приводить там блаженов эпилакта, они вообще рехнули с ума. Первый раз слышим, чтобы сатана давал знать святых отцов. У него ямка в мозгах, что если что-то знает, это от сатаны. А дальше он в это гонит и гонит. У него одна ямочка там. И надо смотреть на это, ну, как ты находишься в доме, в котором люди не в своем уме. Так, на таком языке на птичьи мы разговариваем с ними. А то и Димов мне сказал, вон кто, Евгений. Так, еще вопросы, пожалуйста. Сергей, может быть, дочитаем последние два стиха, и там уже следующее послание начнется, чтобы не останавливаться на этом. Ну, давайте, тут немного, да. вопросов нет? Тогда давайте дочитаем. Как раз время еще есть. 24-25 стихи. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. И такое вот толкование. Итак, принимайте их, но приступайте к ним со страхом, то есть с осторожностью, и с милостью к ним самим соединяйте ненависть к их скверным делам. Даже к одежде, оскверненной плотью их, имейте омерзение и отвращение, потому что через прикосновение к плоти она и сама становится скверной. Или принимая их страхом будущего наказания, приготовляйте их к тому, чтобы раскаялись и оказались достойными помилования. А вот еще второе толкование, значит. Оскверненная одежда есть жизнь, оскверненная многими преступлениями вследствие плотской страсти, ибо о каждом человеке узнают, праведен он или неправеден по образу жизни, как бы по одежде. Один имеет чистую одежду, добродетельную жизнь, другой оскверненную, жизнь с делами злыми, или лучше. Одежда, оскверненная плотью, есть такой навык и настроение совести, который разращает душу пометованием о порочных движениях и действиях плоти, смотря на которые постоянно как одежду свою душа наполняется зловонием страстей, ибо как от духа через добродетели постепенно прилагаемые одна к другой образуется для души одежда нетления, облегшись в которую она становится прекрасной и преславной, так и от плоти через постепенное присоединение одних страстей к другим образуется некоторая нечистая и оскверненная одежда сама собой показывающая свойства души и придающая ей иной вид и образ а не божий сказав это апостол заключает послание заключает послание свое молитвой как печатью вот прошли послание Иуды ну вот да здесь одежда все мы во Христа крестившиеся во Христа облеклись есть такое местописание во Христа добродетель но вот есть еще люди которые по плоти поступают а дела плоти известны и там идет перечисление Андрей Ложкин в чат написал спасибо Игнатий Тихонов за ответ тут Сергей я всегда прошу разреши сказать надо же все применять на себя иначе писание отдельно а мы отдельно где когда в каком месте в каком городе за последние ну скажем немного так лет за сто выполнили вот то что говорится здесь хотя это не такая трудность что сквернена плотью одежда чтобы сажились одежда вот у нас принял один крещение с Виктором Андреевичем он врач ну оставил жену там с другой спутался с женщиной а ходить ходит мы сразу остановили его в дверях и сказали так и так это действительно так он говорит да поэтому в кощегарке раздевайся чтобы одежды вашей никто не касался и он в кощегарке раздевался даже вот это выполнить даже знает он исповедовал его и он тут же будет толочься будет раздеваться и все будет тоже даже этого простое простое не выполнить почему священники только свидетели он свидетеля а принимать почему а они чужие они невозрожденные мертвые человек имеющий страх Божий очень строго в дверях остановит и прикажет ему он имеющий власть а эти ничего не имеют он корыстью обуянный ждет только одно чтобы его не струнули с места какого он если бы покупал деньги отдавал сейчас он ролик стоит вот заряди самый наглый в мире поп кто Смирнов Дмитрий ему задают ну как вот приходят еще но хоть деньги отдадут неправильно крестили там это не важно но хоть деньги отдадут и поставили ролик и он сидит там с кружкой хлюпает самый наглый поп ему даже с него как взвыся вода говорят там сектант а что вы смотрите объединяйтесь берите кирпичи бейте в них окна прямо призывают это же даже по конституции судить надо сразу уже арестовывать но он близкий к оплатриарх а власть потворствует но все равно это аукнется мимо это не пройдет это противозаконно и надо говорить так вот Глеб Якуни он никогда не смотрел православный неправославный неправда и он вставал на защиту того кого обижали а его за это долбали истина дороже всего вот так ну все наверное 5 минут даже больше ну что давайте помолимся сейчас ангел Вапияша спою и играть тихо помолитесь Ангел Вапияша благодать нечистая Ангел Вапияша благодать нечистая Дева радуйся Ипаки реку радуйся Твой Син воскресе Тридневином гроба и мертвые возникновые люди веселитесь святись святись Новые Иерусалимы Слава Бога Господня Милосердный Создатель мы благодарим тебя за это доброе мирное время когда мы можем заниматься Словом Твоим Высший истинный служитель и миссионер в стране Российской Православной Церкви вступись за народ обижаемый ненаученный темный погибающий окажи милость народу этому чтобы заботились более всего о спасении своей души мы благодарим тебя за прошедшее время за то что позволил нам отметить 25-летие в селе нашем что прибыл к нам митрополит что хорошее его отношение расположение это от тебя и другим архиереям покажи как нужно служить мирно и искать единение во славу Твоего имени со всем что прославляет тебя хвала Тебя наш Господь Отец Сын и Святой Дух Аминь 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 Спасибо Христос Слава Христос Спасибо Христос Спасибо Христос С Богом Господь С Богом всем Спасибо Христос